Вы в школе все проходили такие темы, тангенс, катангенсы, пузырия, туфелька, химические соединения, амбивалентность и прочее. И что это вам дало? Кто из вас эти знания использовал как раз в жизни? Никто. А те люди, которые стали математиками, например, ну естественно, они другие знания по биологии или еще почему-то, они просто не нужны. Но вот этих знаний особой важности вам в школе выдавали. Потому что вас в школе учили самому главному следовать за большинством. Вот что произошло. Если вы от большинства отходите, вы опасный элемент. Вы опасный, вы сектант. Вы опасный элемент. Товарищи, вы опасный элемент. И у вас создается рамка такая, ну да, надо совсем, надо встать. Однако появляются такие особи, которые говорят, я не хочу встать. Я счастливым быть хочу. А здесь-то, как только вы действительно демонстрируете свое намерение, вы говорите, я готов заплатить за это цену. Какую, временем, деньгами, преобразованием, усилиями. Вселенная говорит, хорошо, готовы тогда, начинали. Начинается переход из мира 3D в мир 7D. Здесь у вас сознание расщепленное. Вы делите мир на множество объектов, сравниваете их. И понимаете, один хороший, другой плохой. Есть я, есть агрессивная среда. Это все не создает у вас внутреннего баланса. Здесь вы достигаете целостности и понимаете, как работают все законы, и как работают все механизмы. Здесь вы понимаете, что человек, эти знания вам дают, что вы являетесь энергоинформационной системой. И как энергоинформационная система, вы постоянно взаимодействуете с другими энергоинформационными системами. И какие это другие энергоинформационные системы? Первое. Хейтеры. Первая энергоинформационная система – это разумное квантовое пространство. Это определение, которое дали современные ученые разуму Вселенной. Они пришли к выводу, что все процессы, они очень умно созданы и спланированы. Между Землей и Солнцем расстояние 150 км. Если бы Земля была ближе к Солнцу, жизни не было бы, была бы дальше, тоже не было бы. Наклон земной оси составляет 23,5 градуса. Был бы наклон Земли основан другой наклон земной оси. Жизнь была бы в другой форме. То есть, понимаете, вы сейчас сидите, и внутри вас происходят триллионы биохимических реакций, которые вы не контролируете. В вашем сейчас владении 100 триллионов клеток. И каждый из них представляет собой уникальную энергосистему. У вас сейчас растут волосы, заживают ран. Вы к этому процессу не имеете отношения, потому что вы не контролируете его. Это делает разумная Вселенная. Понятие смысла? Вот эта разумная квантовая воля имеет много ненаучных терминов, но очень точных. Например, Всевышний, Источник Жизни, Аллах, Дворец, Господь, Дао. Можно перечислять сколько угодно. Абсолют. Но речь идет об одной энергии. Одна энергия пронизывает все пространство. Понятие смысла? Если у вас нарушается энергоинформационный админ с этой системой, у вас начинаются проблемы в жизни, у вас начинается деградация. Ученые открыли такое состояние мозга, молитвенное состояние мозга. Если человек не находится в этом состоянии, он начинает деградировать. Поэтому четыре из десяти библейских заповедей регламентируют отношение человека со своим Создателем. Об этом говорит Коран, об этом говорят Веды. Все говорят об этом. Об этом говорит Бхагавадгита, об этом говорит Каббала. Это отношение человека, отношение творения со своим Творцом. Нет этих мыслей? У вас вся жизнь сплошная проблема. Понятие смысла? Это не религиозная тема. Это научное, это поле, которое пронизывает все. Понятие смысла? Но людей не учат с ним взаимодействовать. Удивительно, что я наблюдаю, что в исламских государствах люди совершают намаз, вообще не понимая, зачем они это делают. Нам так сказали, вот мы так и делаем. И когда потом мы начинаем все это разбирать, мы слышим огромное количество благодарности. после ваших выступлений мы поняли, почему Коран это рекомендует. Люди возвращаются к своему источнику, просто поняли, для чего это нужно. И мы как раз передаем знания, которые, они были оттуда, давным. Просто сейчас мало кто читает Библию, Коран, сейчас читают эти гаджеты и всякую инфочепуху. А с этой инфочепухой мы не насыщаем свой организм полезной информацией, потому что информация это тоже хлеб, это тоже питание. Вот как делает питание, что вы едите, ваше тело становится тем, что вы едите, вы становитесь еще тем, на что вы смотрите и что вы потребляете. А в среднем мире полно информации. Вон, переключите канал сейчас по телевидению, тысячу каналов, сколько из них будет вам давать свежее питание, свежую душе. Может быть, ни одного не найдете. Вторая энергосистема. Родители и род. Энергия рода. Мы уже говорили, что если у вас нет взаимодействия, с кормевой системой, то не будет ваше древо рода давать плоды. Нарушен энергообмен с родом папы, нет реализации в социуме. Нарушен энергообмен с родом мамы, нет счастья в семье. Вот только что мы прям разбирали конкретные ситуации, тогда женщины говорят, нет счастья в семье, смотрим, да, проблемы с мамой. Третье. Энергоинформационная система. Это члены семьи и дом, назову. Место, где вы живете. Ваш дом, это член вашей семьи. Причем я вам хочу сказать, важнейший. Если у вас в доме нарушен энергообмен, если вы не знаете, откуда начинается движение праны, жизненной энергии, а оно начинается с северо-востока. Если у вас в доме северо-восточная сторона закрыта, если у вас там нет ока, и в этом месте вашего жилища находится туалет или кухня, у вас очень большие проблемы в жизни. Каким бы позитивным человеком вы не были. просто потому, что в вашем жилом пространстве, что такое ваше жилое пространство? Это продолжение вас, это отражение вашего сознания. Разве не так? Сойдите в дом, в котором живет человек, и вам будет пометь им портрет этого человека. Но если у вас нет знаний, как обустроить это пространство, как люди считают, как мы собрались, надо выпить. Как это не выпить? Мы собрались. Как я сяду ужинать без алкоголя? Вы что, смеете, что ли? А у него такое понимание о празднике и о питании. Ну что он сделает, алкоголь? Он упивает конкретно нейроны головного мозга, разрушает нейронные связи, и человек, естественно, потом получает последствия. От того, что вы не знаете, как движется энергия в вашем доме, это сути дела не меняет. Понимаете, о чем я говорю? Как только вы нормализуете эту систему, дом и члены семьи, а как относиться к мужу? Вот так. А как к жене? Это разные энергосистемы. И вам нужно знать, как с ними взаимодействовать. Нарушение одной из этих систем энергогмена приводит к проблемам со здоровьем, отношениями и деньгами. Последующая энергосистема это ваше тело. Но ваше физическое тело есть продолжение тел тонких, есть энерготело. Слышали о том, что есть аура, которую можно наблюдать, которая уже является доказанным фактом, то есть давным-давно. А ваше тело это тоже показатель. Это показатель энергосбоя в вашей системе. Потому что, если у вас что-то болит, поясница, голова, если у вас лишний вес, это говорит о том, что в вашей энергосистеме есть нарушение. И нужно понимать с ней, нужно взаимодействовать с этой системой. Первая система это планета Земля. Мы все являемся частью этой планетарной системы. Если вы что-то кушаете или пьете воду, но не благодарите, вы нарушаете энергообмен с этой системой. Вы пригласили гостей, вы их накормили, они встали, ушли. Что вы будете чувствовать? Как-то неловко как-то. Спасибо вам сказать, что это правильно. Если плюют люди на Землю, если не становится на нее правильно босиком, если люди не взаимодействуют с природой, то их энергосистема в качестве тела тоже начинает страдать. И мы учим, как взаимодействовать с этой энергосистемой. Шестая энергосистема это Солнце и Солнечная система. Солнце и грахи, я так скажу. Грахи это энергоинформационные образования, о которых мы говорили. Но большинство людей нет даже и бледного представления о том, что эти объекты влияют на них. А и объекты влияют очень сильно. Если вы забыли своих родителей, у вас проблемы. Если вы забыли свои энергосистемы космические, у вас проблемы. В Индии огромное количество храмов, которые посвящены взаимодействию с грахами. Там люди прекрасно понимают важности. Но у нас вот все на уровне попкорна. У весов завтра хорошие. А льва лучше не садиться за руку. Седьмая энергосистема социум. Социум это очень сложная, тонкая и многоуровневая энергосистема. Любая энергосистема. Вы энергосистем? Вы энергосистем? Если у меня к вам претензии, скажите мне, как вы будете ко мне относиться? Если я прихожу и говорю, Ира, у меня к тебе претензии. Что тебе захочется сделать? Скажи. Иди меня. Что? Соответственно, дайте ответ. Разобраться. Ну, хорошо, если разобраться, но у вас блокировка происходит. Правда? У вас нет состояния. Да, мой дорогой, я так... Нет, Состояния. Сейчас покажу. А у людей предъявляют своему социуму претензии, забывая о том, что они живут именно в той социальной среде, которая соответствует их уровню сознания. У них претензии к правительству, у них претензии к налоговой службе, к силовым структурам, к ДТП на дорогах, инспектора, к врачам, по всему. Каким образом социумы отвечают? Возвращают им это все еще больших объемов. Круг замыкается и начинается воспроизведение низких частот. Понятен, что никогда ни при каких обстоятельствах не предъявляйте претензии, поймите, что... А договориться можно с кем угодно. И будет все хорошо. Восьмая энергосистема это наставники и учителя. Наставники и учителя. Те, кто давал вам знания и уроки, иногда эти уроки могли быть болезненными. Но если мы забываем благодарить тех, от кого мы получили очень важное, происходит энергосбой, скажите, конечно. Учиться вы опять пользуетесь, но не благодарите. каждый раз, когда мы выражаем благодарность той или иной энергосистеме, между нами происходит нормальный энергосбой. И девятая сфера это профессиональная сфера. Профессиональная сфера. Это то, откуда к вам начинают приходить деньги. Если вы не любите дело, которым занимаетесь, вас никогда не будет успеха. Если вы не развиваетесь в своей профессии, не будет. Если вы осуждаете людей, которые занимаются такой же деятельностью, у вас будет много проблем. Это у нас компания хорошая, а у вашей компании все. Это блокировка. Понятен смысл? И если у вас есть претензии хотя бы к одной из этих сфер или представителям какую-то из этих сфер, любая претензия есть перекрытие энергоганалов. Это значит, что к вам энергия перестает поступать в должных объемах. Если перестает энергия поступать в должных объемах, это проявляется в проблемах со здоровьем, с отношениями с деньгами. Но люди, вместо того, чтобы понять, что здоровье, отношения и деньги это приборная доска на автомобиле, которая показывает, что все системы работают нормально. на автомобиле лампочка загорелась, бензин заканчивается, человек, вместо того, чтобы залить бензин, откручивает стекло и пытается стрелочку подвести. лампочка уйдет. Да, не денег, мне деньги нужны. Они к тебе естественным образом придут, когда ты создашь правильный энергобет. Вот это показатель работы правильного взаимодействия с энергосистемой. Все, энергосистема настроена, никаких вопросов безусловно наше тело оно будет стареть. Но оно как стареет? Вот мы смотрим, женщина, ей сто лет, она преподает йогу. Мужчине семьдесят лет, он делает сальто, там, эквилибристику. Пол, как по питанию у нас, который тонул, господи, пол, брэк, брэк, да, 95 лет на доске этот, а в 40 он был развален. То есть мы можем до конца сохранять вот этот прилив энергии. Почему? Потому что там нет претензий, когда ты смотришь на этих людей, эти люди живут без претензий, они занимаются любимым делом и выражают благодарность. Поэтому настрой в этих системах начинается с того, что я убираю претензии и начинаю выражать благодарность. И это делается хотя бы с элементарного ритуала, с элементарного сета благодарения. У вас утром набраться стакан с водой, она правильно структурирована, потому что вы поблагодарили эту воду, вы делаете глоток и говорите я благодарю тебя источник жизни, люблю, благодарю, славлю тебе, полностью доверяю. Что слышит вселенная? Вы доверяете вселенной, а чем больше вы доверяете вселенной, тем больше заботы она о вас проявляет. Ира, я тебе не доверяю. Какой бизнес у вас того можно построить? Никакой. Никакой. Ира, я тебе доверяю на 70%. Ира, я тебе на 99% доверяю. Лучше. Да толку, на 99% нельзя быть беременной на 99%. Потому что доверие либо есть, либо его нет. А если у вас нет доверия вселенной, у вас куча проблем. есть такая интересная фраза, не воспринимайте ее как религиозную, но как некую подсказку. Если ты с Богом, чего ты боишься? А если без Бога, на что надеешься? Это вопрос энергообмена с этим великим глобальным компьютером. То есть если я наладил эту взаимосвязь и высшее руководство это вселенная, переживать мне не о чем переживать. У меня идет нормальный энергообмен. Саш, тут в прямом эфире вопрос, когда ты говорил про родителей, вот пишет Оксана, Аня, скажите, пожалуйста, если отец страдает алкогольной зависимостью и в этом состоянии может чуть ли не проклинать? Я понимаю, как ответить на этот вопрос, но я думаю, что ждут от тебя. Проклинать кто? Отец проклинает? Ну да, отец пьет и проклинает. Когда отец пьет, то он уже находится под влиянием демонических сущностей и структур, низкочастотных структур. Важно понимать, что это делает не столько он, сколько через его тело, через его тело, сейчас. Низкочастотные сущности проявляют свои программы. сознание отца спит. Для того, чтобы его пробудить, существуют отдельные особые ритуалы, особые практики. И не случайно это ваш папа, а не папа другого человека. Здесь нужно разбирать всю причину следственного связи. Но даже эти ситуации разрешаются с помощью практики знаний особой важности. Да, пишет отец алкоголик и очень плохо всегда говорит о внуках, дочери, хотя вроде и любит. Ну, скорее всего он не реализовался в социуме. Вопрос сейчас не скорее всего он явно не реализовался в социуме. Абсолютно и в духовной жизни. Но у этого тоже есть свои причины. Это сейчас не вопрос как решить эту задачу. Целый комплекс решения задач. Для этого нужно понять, что если это ваш отец, то он находится в вашей реальности. Если он находится в вашей реальности, то вы можете уже на нее повлиять. А каким образом вы можете повлиять? Первое, нужно принять эту ситуацию, понять, что она несет определенный урок, и что в этом уроке отец нуждается в том, что он недополучает. Это любовь безусловно. Мудрость знаний женщины. А женщины не знают каким образом помочь реализоваться мужчине. Мужчина без женщины практически не может реализоваться. Но женщин лишили знаний о том, как помочь мужчине. Я сегодня разбирал такую ситуацию, когда вроде бы благополучная семья, 30 лет живут вместе, муж пьет. И женщина говорит, что мне делать? И я объясняю, он пьет потому, что ты не знаешь, каким образом с ним правильно взаимодействовать. Как его вдохновлять? Именно ты не знаешь этого. И он этого не знает. Он не получает вдохновления. Если у него даже накрыто на столе, если у него чистая постель, если у него постираны вещи, это еще далеко не все функции, которые нужно знать и понимать женщине. Потому что суть предназначения женщины заключается в том, чтобы помочь мужчине в достижении максимальной реализации. А как она может это сделать, если она понятия не имеет, какие грахи на него влияют, если она понятия не имеет, как сегодня энергия рода движется. Отсутствие знания. Отсутствие знания. А вот еще пишут, а если муж психически нездоров, и это также с папой алкоголиком? Такой вопрос. Когда у вас, если вы женщина, проблемы с мужчиной, это говорит о том, что у вас по отцовской линии в корневой системе находятся вирусы. и нужно очень глубоко заходить и понимать, откуда эти вирусы образовались. Но главное, чтобы вы поняли, абсолютно четко поняли, что это находится в вашем сознании. Не в сознании вашего папы, не в сознании вашего дедушки, а в вашем сознании. И у вас есть возможность эту ситуацию изменить. И все, что мы делаем, мы даем эти знания и видим огромное количество примеров, когда изменяется ситуация. Сейчас за одну секунду объяснить без понимания вашего астрологического кода, без понимания астрологического кода вашего папы, без понимания о том, что происходит вот здесь, когда вы молились последний раз. Не в плане молились религиозно, а в плане разумно взаимодействовали со своим источником жизни, когда папа разумно взаимодействовал с источником жизни, что последнее вы делали для своего рода и своих родителей? И дальше, как вы относитесь к ним? А что у вас в доме находится? Если у вас сейчас туалет на северо-востоке, туалет на северо-востоке, ваш папа будет деградировать. Реально, папа будет деградировать только потому, что у вас унитаз стоит на северо-востоке. И я берусь это обосновать не просто я так придумал, а потому, что это величайшее знание васту-шастра. У вас здесь проблема, здесь проблема, здесь проблема, сделаем проблема, потому, что везде проблема, землю неблагодарим, здесь не знаем, что такое грахи, социуму приявляем претензии, наставников своих забыли. И не имеем вообще. Ребята, у вас будет полный алкоголизм и деградация. Полный. Что делать с папой? Всем на тренинге. С собой нужно разбираться. С собой нужно разбираться и понять, что вы как энергосистема, сколько у вас пробоится. Возьмите шарик, проскните его в девяти местах, а теперь попробуйте надуть. А вы усилий больше предлагаете. А еще картинку мечты повесите на холодильник. Большой шарик. Да. Визуалит. пишите желание. Автомобильчик и давайте. Усилий больше. Давай. Еще, еще. Не сдавайся. Вот как работает. Здесь очень важный эфир. А вот как ситуацию поменять? Если туалет уже стоит. И не один, а два. Это все индивидуально. Сейчас тоже пишут. Во-первых, есть вещи, которые энергию ослабляют. Первое, вам уже нужно понять, откуда идет проблема. Второе, вы начинаете повышать уровень своих вибраций. И как только вы осознанно подключаетесь к этому процессу, разумная вселенная начинает вам помогать. Даже то, что вы сегодня получаете эти знания, есть уже огромная милость разумной вселенной. Вы открыты. люди, которые сюда не пришли, они все знают. Ну знайте, пожалуйста, ходите на работу, играйте роль рабов. Нет проблем. Если вы проявили сейчас интерес, если вы начинаете инвестировать свою энергию в свое развитие, вселенная будет вам открывать все больше и больше. А потом постепенно вы уедете из этой квартиры и окажетесь другой, построите свой дом, пустите больше энергии. Благодарим тебя, Саша. Я завершаю прямой эфир. Благодарим. Друзья, у нас сегодня очень важная встреча, и я специально опубликовала для вас этот эфир, чтобы вы могли хоть часть знаний впитать, законспектируйте все, поделитесь этим прямым эфиром, и жду вас на развлекающих программах, программы, которые дают вам и развлечения, и развития. Мы проводим такие программы, и скоро это будет у нас в Кисловонске, в конце марта можете на каникулах присоединиться на тренинг Высота 7D. Я люблю вас, всех вам! Спасибо!